Привет всем! В студии Алексей Мартынов это программа Ставропольского Государственного Аграрного Университета Студент АУ. Интеллект, сообразительность и оригинальность. Вот главные критерии, по которым оценивали участников конкурса «Мистер Университет». Кто стал обладателем этого титула, узнаем из следующего сюжета. За право обладать титулом «Мистер Университет» боролись 9 юношей, и каждый из них с гордостью отстаивал честь своего факультета. Кстати, этот конкурс уже давно имеет славу одного из самых ярких и ожидаемых вузи. А интрига, кто же станет победителем, все более волнующей. Состязаться парням пришлось и в элегантности. Для этого на первый конкурс участники вышли на сцену в смокингах ручной работы. И в остроумии нужно было суметь достойно ответить на неожиданные вопросы ведущего. Что касается моего указа, то сегодня я в образе Андрея Николаевича Болконского, персонажа из романа «Копея «Войный мир»» Ивановича Толстого. Оценили зрители и пляжные образы участников. Но самым важным и долгожданным этапом стал творческий конкурс. Здесь ребята постарались на славу. Они и пели, и танцевали, и рисовали, и даже проводили зрелищные химические опыты. В итоге победа досталась студенту экономического факультета Данилу Пятаку. Он поразил золотанцевальным выступлением, во время которого он шесть раз поменял и образ, и стиль танца. Самое сложное для меня, наверное, был творческий номер, потому что шесть танцев подряд – это было жестоко. Ну, вроде справились. Вообще, как говорится, ожидание смерти хуже самой смерти. Самое тяжелое было – это за час примерно до конкурса, когда ты понимаешь, что вот-вот все начнется, и ты весь на нервах. Ну, ничего, справились, отработали. А уже в скором времени шанс проявить себя появится у студента Каграрного, который поборется за звание Мисс Университет. Программа продолжит рубрика «Компас профессий». Ее ведущая Александра Бакалюк на этой неделе побывала на агрономическом факультете. Всем привет! Сегодня мы на агрономическом факультете, а с профессией технолог бродильного производства меня будет знакомить студентка четвертого курса Дарья Ефарова. Привет, Даша! Привет! И я предлагаю начать знакомство с профессией, с нашей основной практической лабораторией. Здесь студенты учатся работать на аналитических приборах. Так, на этом занятии мы узнаем все об анализе сырья, как с помощью химических методов, так и с помощью современных экспресс-тестов. Этот прибор позволяет определить качество безалкогольной и алкогольной продукции. На нем мы можем определить содержание органических и неорганических соединений. Чтобы получить качественное вино, пиво или другие алкогольные напитки, нужно в совершенстве знать весь технологический процесс. А он очень сложный. При производстве исходное сырье проходит множественные и сложнейшие физико-химические, ферментативные, а также гидролизные процессы. Будущим инженерам-технологам необходимо досконально знать все этапы производства. Неудивительно, что эта профессия довольно редкая. Ставропольский государственный аграрный университет – единственный вуз в крае, который готовит специалистов по этому направлению. Да и вообще во всей стране существует не более десятка вузов, выпускающих инженеров-технологов бродильного производства. Базами прохождения практики являются Ставропольский виноконьячный завод, Ставропольский пивзавод, ликероводочный завод «Стрижамен», а также многие предприятия Краснодарского края. Многие студенты, выходя уже из стен нашего университета, определяются, где они будут работать. Дело в том, что в настоящее время именно эта профессия очень востребована. В России открывается в настоящее время большое количество мини-пивоварин, мини-пивзаводов, заводов по производству безалкогольных напитков, где эта профессия очень востребована. По статистике, 90% студентов факультета после прохождения практики получают предложения о трудоустройстве. Вот и наш сегодняшний гид по факультету Дарья уже знает, что после получения диплома ее ждут на заводе «Абрау-Дюрсо», где она проходила практику в цехе шампанизации. А вот Евгений Тихонов практику проходил на Ставропольском пивоваренном заводе, где и трудится сейчас. Начал я работать с должности аппаратчика процесса брожения. Проработал на ЦКТ около полутора лет, после чего меня перевели в машинисты очистительных машин. Там я тоже проработал около двух лет. После этого меня перевели в начальники цеха. В данный момент основная задача – это производство пива в пэт-бутылку. Происходит налив, я заказываю сырье, начисляю людям зарплату и веду полностью всю документацию по цеху. Здесь же свою карьеру начинает студентка пятого курса Екатерина Панаско, пока в должности помощника микробиолога. Благодаря качеству знаний и благодаря тому, что нам разрешают проходить практику по всей территории Российской Федерации, мы имеем возможность работать по специальности. На своем примере могу отметить, что пройдя практику в лаборатории Ставропольского пивоваренного завода, осталась в должности помощника микробиолога, и сейчас совмещаю работу и учебу. Трудится Катя в лаборатории завода, на которой исследуют качество готовой продукции и проводят все виды физико-химических и микробиологических анализов. Возглавляет эту лабораторию Марина Берлева, тоже выпускница аграрного. Аграрный университет очень ценится своими хорошими выпускниками. Мы предпочитаем брать их на работу, потому что их уровень знаний соответствует требованиям. Вообще мы с удовольствием берем людей с специальным образованием, а инженеры по специальности технологии образительных производств как раз подходят нам. Мы берем этих ребят с удовольствием на работу. К слову, более четверти кадрового состава Ставропольского пивзавода это выпускники нашего университета. Но это далеко не единственный работодатель для выпускников факультета. Успешную карьеру на заводе по производству слабоалкогольных напитков построил Владимир Гаврилюк. Сейчас он главный технолог. В 2008 году я закончил Ставропольский государственный аграрный университет. Уже работая в должности технолога в ЗАО «Ставропольский виноконечный завод». Проработав там почти три года, был приглашен в ЗАО «Диксгрупп». Это предприятие по производству кваса натурального брожения, практически единственное крупное в Старопольском крае. Также мы производим медовуху, слабоалкогольный напиток брожения. С благодарностью вспоминает родной вуз и Ксения Батрак. Она работает в Ставрополь-Виноград-Пром, учреждении которой развивает виноградство и виноделие на Ставрополье. После практики получения диплома без проблем нашла работу. Теперь я работаю в ГКУ Ставрополь-Виноград-Пром, главным специалистом по винодельской продукции. На развитии своем не останавливаюсь. В прошлом году получила диплом с Амелье, выучилась искусство дегустации, разнообразие вин. На данный момент очень мало специалистов, молодых. Поэтому востребованность большая. Необходимо молодого поколения с новыми идеями, с новыми силами. Это была программа «Студент-АУ». Увидимся на следующей неделе. Поступайте правильно. Поступайте в Аграрный университет. Аграрный университет